Это просто перевернуло душу, и радость, и даже слеза выскочила. Очень впечатляет, конечно. Вообще колокольный звон – это такой звон какой-то сверхъестественный, когда звонит, по неволе останавливаешься, и вот действительно какая-то связь с небом идет. Желательно, чтобы повторялся ежегодно фестиваль. Мы много узнали про колокола и про колокольные звоны. Все эти отзывы и добрые пожелания в адрес фестиваля «Югорская звонница». Он впервые состоялся в Югорской и Нягонской епархии 2 сентября. В день 55-летнего юбилея Югорска здесь зародилась еще одна добрая традиция, которая обещает быть продолженной на долгие годы. На площади Кафедрального собора в честь преподобного Сергия Радонежского собрались участники из разных уголков епархии. Среди них и служители церкви, и школьники. Разнообразные упражнения и приемы колокольного искусства начинающим звонарям показали профи. Гость из Екатеринбурга – протодиакон Дмитрий Бажанов и инструктор Уральской школы звонарей Ольга Мчелидзе. В своей епархии они являются наставниками школы звонарей, помогают в организации фестивалей и бережно хранят традиции колокольного звона. Сольный ансамблем они исполнили лишь малую часть своего богатого репертуара. А в нем северные авторские звоны, произведения русских классиков поочередно на двух звонницах – на колокольне Кафедрального собора и малой звоннице на сцене. Колокольный звон, он всегда связан с историей русского народа. И колокольный звон отображает радости, горе, торжества русского народа. И там, где есть колокольный звон, там есть также жизнь. Николай Покрамович – звонарь из северной столицы. В поселке Тярлево Ленинградской области он звонит по местным обычаям в храме Спаса Преображения. А еще по всей епархии помогает устанавливать колокола на новые и восстановленные храмы. Я восстанавливал храм, был начальником стройки храма, и восстанавливали звонницу. И дошло дело до того, когда надо было вешать колокола, и нужно было узнать, как это делается все правильно. Ну, и постепенно втянулся в это, и колокола, получается, сами меня позвали. Так я стал звонарем. Мастер-классы от лучших профессионалов – это принцип епископа Югорского и Нягоньского фотия. Возглавив два года назад епархию, первым делом он взялся за повышение певческого мастерства приходских хоров. Следующие в очереди – звонари. У хорошего хозяина везде все должно быть хорошо. То есть певческая культура, так же, как и звонарская, у нас очень много певчиков, которые являются звонарями, и звонарей, которые являются певчими. И естественно, что должно быть красивое звучание в храмах, должны быть прекрасные пробоведи. Но для того, чтобы люди пришли, они сначала должны услышать колокольный звон. Все звонари Югорской епархии стали дебютантами. Они нередко поднимаются на колокольню в дни служб и больших праздников, а вот перед зрителями фестиваля звонили впервые. Когда видишь, как протекает жизнь в нашем городе, то чувствуешь, что милость Божия пребывает на этом граде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok